Так, уважаемые друзья, вот у нас проблемы. Проблемы наши садоводческие. Никуда от этого нам не деться, потому что поколение мы утеряли. Те, кто готов был горбатиться, чтобы хоть что-то вырастить своими руками, горбатились, ничего не получилось. Вот и наступил новый этап, надо начинать с детей. Как это будет выглядеть? Сейчас объясню. Значит, я этот материал создаю, именно создаю, потому что такого никогда не было. И, возможно, не будет и этого, потому что выросло поколение, которое я называю памперсники. Памперсы задержали развитие мальчиков, а все-таки, что ни говорите, а доминировали на земле мужчины. И сейчас поколение мужчин исчезает. Почему памперсники я их назвал? Потому что с тех пор, как появились памперсы, развитие мужских органов затормозилось, задержалось. Вот. И поведение мужчин изменилось. Они больше не способны защитить родину, дать морду какому-нибудь хаму. Вот. Целый день работать, потому что энергия, которую мы называем мужские гормоны, требует, 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 требует их, чтобы организм их расходовал, а их нет. Но это будет отдельная тема. А сейчас я... Меня, знаете, последнее, что довело почти до злости, до истерики. Вот. Когда на всю страну, в течение нескольких лет, и никто за это не вызывает спецназ, не ложит мордами в землю, не одевает наручники, вот. Молчит Академия наук, молчит Минсельхоз, молчит Министерство науки высшего образования, Министерство просвещения молчит. Вы семечку садите, и через три месяца, заметьте, не через три года, через три месяца у вас уже будет 15 килограммов. Я вам потом покажу эту рекламу, сейчас не хочу откликаться. Ребята, это расчет на самое убогое невежество, на самую невежественную убогость, которые процветают вначале в школах, на уроках биологии, где тысячи неизвестных, непонятных, нерасшифрованных терминов заставляют зубрить идиоты. Кого? Школьников. А потом посадили семечку, и через три месяца у вас 15 килограмм. Вот. Вот это через три месяца. Это примерно напоминает, как это, помните, этот самый, кинокомедию. Вот. Ребенок должен через девять месяцев появиться, а ты сделай мне монтаж, и он сразу появится. Вот это все и делают. Поэтому сейчас моя задача очень простая. Я научу, как, на мой взгляд, и, надеюсь, когда станет, должны быть экзаменационные билеты для школьников старших классов и студентов. Для них это посвящается. Ну, знать должны все. Потому что, возможно, никогда программа перестроена не будет, и только редкие, уже один на тысячу. Нас пока так мало, один на тысячу. Только редкие экземпляры уже людей смогут понимать, что творится в садах. Итак, как будут выглядеть школьные билеты? Они будут выглядеть вот так. Фотографии предоставляет железо, потому что они уникальны. Других таких нет на всей планете. Их десятки тысяч. Не пугайтесь. Но я для примера не буду выбирать, не буду делать как-то их особенно. Потому что если сделать, то можно вызубрить, сдать экзамен на пятерку, но, в принципе, это только один процент. Главное – научиться наблюдать. Вот. И они не будут пронумерованы. Просто когда-то у меня, может быть, если когда-то, это мой архив попадет в Академию наук. И там будут готовиться учебные материалы. А пока это пример, это тренировка, как оно должно выглядеть. Причем чистый экспромт. Я понятия не имею, какая фотография будет следующая. Так. Итак, студент берет. И уже никаких билетов. Вы берите номер 13. Ой, номер 13 нельзя. Вот. Нет. Студентам. Перед ними будет экран. Экран большой. И вся комиссия должна видеть. Экран размером чуть ли не в эту школьную доску. В руках указка. И вперед. Итак, вот эта фотография. Что должен сказать студент? Внимание. Поехали. Ну, я студент железов. Что я должен сказать? Ребята, на свете столько чудес. Вот. Так хочется процитировать Пушкина. Сколько нам открытий чудных. Вот. Вот это последнее, что я нашел. Это мое чудо. Мое открытие. Тем более, что 20 лет назад этот абрикос. Видите, я чуть не оговорился. Насколько плоды не похожи на абрикосовый. Или похожи, но все-таки на грани фантастики. Вот. Ответ должен быть такой. В стране есть тысячи, тысячи сортов образцов. Уважаемая комиссия. Вы ждете от меня такой ответ. И вы его получите. Тысячи, тысячи, сотни, тысяч сортов образцов, форм, клонов, вегетативных гибридов. Прошу вас, не ставить мне двойку, уважаемые господа. Даже если вы не считаете, как считали ваши предшественники, что вегетативной гибридации не существует. Вот. Ну, это современный разговор. Вот. На всякий случай через запятую. Вегетативные гибриды. Сеянцы. Вот. Сеянцевые гибриды. Все это должно быть найдено, осмысленно. И студенты первого курса должны иметь. Это должен, как я говорю, я студент железов, виртуальный, виртуальный студент. Что каждый ученик, поступивший в институт, я уж не говорю про школьные приусадные участки, где-то хотя бы часть школьников должна с увлечением копаться. А именно студенты должны получить каждый в особом при университетском, институтском, академическом учреждении, допустим, жирно оказалось бы, ну хотя бы пять соток. На этих пятисотках, в первую же сессию должна быть показать всего лишь посаженные деревья. Где он их возьмет? Где хочет, где за бутылку выменяет у какого-нибудь старого садовода, заглянув через забор на прекрасные плоды. Как угодно, где угодно. Экспедиция, экспедиция, экспедиция в масштабах района, масштабах города, масштабах области, масштабах страны, в конце концов. Самые отчаянные поедут в Сибирь. Уже из трех уникальных садов остался только один. Уже нет живых Латенкова, Урал. А вдруг кто-то сможет поклониться как угодно, выпросит у вдовы, купит складчину, как угодно, уникальные сады образцы. Поселок Черемшек у Боднера, у его сына, покойного Боднера нет живых, но его сад еще жив. И, наконец, у Железова. Но это крайний случай. Вернее, не крайний случай, но хотелось бы, чтобы это было много-много, много-много попыток. И вот все это обсадится в виде косточек, черенков, подвойный материал, сынешек, он дикий, а он нужен, чтобы потом на него привить. Все это надо хапать, хапать. И вот настоящий студент – это тот, кто все этим займется. Это его работа. А уж учеба, теоретически, это потом. Можно знать ее теорию, как у нас выпускают темиряцевки, а в результате ничего не знает, ничего не умеет. Знания выветрились, опыта нет, ничего не знает, не умеет. Пойдем дальше. Итак, я студент Железов, коротко бы это и доложил. Нужна землю, студент получает 10 соток. Первый год и заканчивая через 5 лет он получает диплом под кром оваций, угощая свою комиссию выпускную, экзаменационную, плодами, выращенные своими руками. Вот так должно быть. И тут же будет продолжение этому, когда 5 лет прошло, но на 6-й год он уже младше научился, трудник. На 7-й год он может быть уже даже старшим, завлапом быть. Лучший из лучших, не каждый. И у него будет свой путь сразу в это. Такие дали, что сейчас дух захватывает. Единственное, что сейчас не знают современные студенты, их так учат. Их учат растить и одновременно калечить, растить, калечить, растить, калечить. Потом на дерево брушится вся эта забота, видит тон ядохимикатов. И снова калечить, калечить, калечить. Вот эту цепочку прервать, и у нас в стране появится все свое. А вот это просто пример. Искать надо. Искать. Я нашел, я нашел свое. Я нашел свои абрикосы в саду, где 20 лет назад были посажены мои саженцы. Но это дерево торчало. И вот что интересно, а, еще договорю. Пусть это на одной фотографии зациклился. Мы едем, вот она, Елена Александровна Савинича. Извините, у нее плохо видно лицо. Мы едем, и мы видим, я заметил, я сижу за рулем, глядя в сторону, наискосок, на деревню Сизая, я заметил, что уже месяц как нет ни одного абрикоса ни в одном саду. А здесь еще месяц висели, и еще месяц висели после этого. До самой зимы. Вы понимаете? Но ведь не я один, их видела тысячи людей, тысячи, вот то, что у нее сейчас на руке. И никто даже ухом не повел. Я потом хозяев спрашивал. Ни один, не это. Они потом делились на компот с соседями. Вот. Мне сотню косточков удалось ворвать. Моего же этого, еще и заплатил. И вы это видели тысячи рядом, федеральная трасса. Тысячи, 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 тысячи людей. Никому в голову не пришло. Да что же это такое? Как так? Когда их не может быть никогда? А они висят. Вы представляете? И по размеру, и по крупности, и по времени, по датам ничего не сходится. Не может этого быть. И мы вырастим новое поколение студентов, которые мимо не проедут. Но для этого надо, чтобы они ознакомились вот с этим материалом. Вот это пособие по как сдавать экзамены. Вот. Вот так должен примерно студент привести пример, что у нас в стране чудеса, уважаемая комиссия. И мы студенты со всей этой ответственностью, со всей пролетарской. Ну и так далее. Пойдем дальше. Значит, сейчас я отсюда выйду. Так. Вот. Смотрите. Я взял только 21 год. Пример достаточно свежий. Смотрите. Вот сейчас я буду листать, что-то пропускать. Вопрос студентам, например, будет такой. Нет, не так. Отвечайте, студент, что вы видите. Ну, студенты видят мой адрес, не скрываю. Десятый микрорайон, город Сайногорс, дом 2, квартира 7. Кто-то мне из вас прислал десяток этих самых грецких орехов. Вопрос по существу. Что вы видите? Ответ грецкие орехи. Куда их послали? Послали в Сибирь. Будут они тут жить? Нет, не будут. Я железов студент. Знаю, что поселки. Этот студент и даже знает. Грецкий орех – это не последний этот самый фрукт в наших садах. Который должен быть по значимости, по качеству, по здоровью, по пользе для здоровья человека. Вот. Два грецких ореха на всю планете. То есть на всю Сибирь, поселок Черемушкин, где нормально теплый климат. Это предел. Можно ли их ранировать? Нет. Просто так взять, они будут замерзать. И мы это проходили. Это одна из маленьких железовских неудач. Но я же в данном случае студента представляю. А что должен следует ответить? Нужно заниматься гибридизацией. Поняли уже. Есть манжурские орехи, есть прочие орехи. Вот. Чтобы все-таки найти золотую середину. В манжурских орех вообще у нас не замерзает. Урожаи предельные дают 10-15 ведер. Вот. Польза от них манжурских огромная. Самые упорные. Все-таки мякоти добираются. Кто с помощью молотка, кто тисков, кто как. Но учитывая их пользу, все-таки они съедобны. Но все-таки надо заниматься гибридизацией. Сюда, в Сибирь, на Урал, в Сибирь и Дальний Восток двигать гибриды. Вот пока такой обтекаемый ответ. Так. Ну, это письмо сопроводительное. Мы сейчас на него зацикливаться не будем. Вот. Кстати, я его сто лет не читал. Поворот. А ну-ка, ну-ка, в одном из последних вебинаров вы говорили о том, что ищете грецкий орех морозостойкий. Я живу в Москве. Конечно, наш климат отличается. В среднем зимние месяцы на 8 градусов зимних. Это очень большая разница. Это я, это, к слову. Запоминайте, студенты. В среднем на 8 градусов. Средне-зимняя температура. Вот. У нас холоднее. Но все же я тоже долго искал небомерзающий по уровню снега. О, по уровню снега. И нашла я он, красавица, огромной высоты трехэтажного дома. А почему-то тогда уровень снега. Трехэтажный дом, небомерзающий по уровню снега. Ну, в общем, понимаете, я только здесь заострил проблему, чтобы студент хоть что-то мог промычать. Так, а что это у нас? Интернет-магазин «Омский садовод». Да, вы студенты. Я же не выбирал специально для студентов. Но это тоже студенты касаются. Вы должны иметь понятие, что есть Сибирь. В Сибири есть единственный на всю Сибирь чешечный высад. Я упомянул покойного Бориса Боднера. И любой студент должен сказать. Был великий садовод Боднер. Непризываемый наукой. И так укоризненно посмотрел на сленов комиссии, среди которых есть, наверное, и профессора, и доктора наук. И которые тоже не заметили. Но если сильно укоризненно смотреть на комиссию, то получишь двойку и вылетишь. Но на всякий случай я утрирую. Итак, фотографии, как надо отвечать, уважаемая комиссия из интернета, омского садовода магазина саженцев, чешечного сада нет и быть не может. Во-первых, потому что все фотографии из интернета. Во-вторых, потому что и в Омске нет чешечного сада. Значит, они перекупщики и так далее. Так что грустно об этом говорить. Но если человек, студент, ответит так, тогда могут спросить, а в Омске когда-нибудь будет черешневая? Что должен ответить студент? Вишнево-черешневые гибриды? Да, уже Омску по зубам. Но не чистая черешня. Чистая черешня будет замерзать. Вот вариант. Чистая черешня, привитая на супер-морозостойкие вишни сибирские. Так, несколько поколений. Но эту работу надо проводить. Называется эта работа. Раз, вегативная гибридизация. Раз. И второе. Это будет называться. Несколько поколений. Особые условия. Особые. Не просто несколько поколений. А особые условия. Вот. Это отдельный разговор. Если студент ответит сразу, что для этого надо, чтобы по двое все были родственники, привои должны по принципу второе поколение вырастить из первого привои, третье из второго, четвертое из третьего. Ему уже надо шестерку ставить. Или вылетит, как пробка с подшампанского. А вдруг председатель комиссии сам в свое время поверил, что таких гибридизаций не существует. Наслоения ментора, пожалуй, не существует. Тогда студент рискует вылететь с двойкой. Но безумству храбрых. Да. Пойдем дальше. Значит, это мы увидели в сайт Омского садовода. Это тоже фотографию Железов делал из... Ну, вся комиссия, вся студент должна знать, что в основе фотографии лежат материалы Железова. Как мы всегда полностью уничтожить муравьевную семью на даче? Ответ должен быть у нашего товарища, у нашего друга-студента следующий, видя эту фотографию. Когда-то была совершена страшная ошибка. И миллионам людей вбиты в башку то, что муравьи враги сада. А на самом деле это главные защитники сада. Огромный вред, огромное преступление было совершено. И продолжает совершаться. И только мы, студенты, теперь повернем оглобли. У нас муравьи, здоровые деревья, они не могут их уничтожить. Они не будут на них ссылаться, потому что здоровых деревьев и так мало, что муравьям там делать нечего. И так далее, и так далее. Вот так студент должен зарабатывать пятерку очередную. Страшная ошибка, а подробнее уже не сейчас, потому что уйдем в сторону. А вот эта фотография чуть ниже. Саженцы грушек половидные. Что должен сказать студент? Что вся наша интернет, все интернет-магазины и многие плодопитомники, которые являются перекупщиками, для виду чего-то выращивают, что попроще. А на самом деле морочат голову и втюхивают колновидные груши, колновидные сливы, колновидные абрикосы, колновидные вишни, колновидные черешни, колновидные персики, которых нет на планете ни одного. И вот сказав этот студент, тут уж его вряд ли кто придираться будет, тут уж ему точно надо ставить пять с плюсом. Вот, потому что его могут спросить, пожалуйста, обоснуйте. А обосновывать надо примерно так, как обосновывал этот самый, на уроке Вовочка, когда его Марья Ивановна спросила, учительница. Сколько будет дважды два Вовочка, ответил? Четыре. Правильно сказала учительница. Обоснуй теперь ответ. Так исторически сложилось. И вот понимаете, друзья, исторически сложилось, что на штамбе, первый, второй, на вертикальном, может быть, не дальше третьего года у вас будут плодовые образования, которые дадут плоды. И всё, дальше штамп, всё, дальше они, эти плодовые образования, плодушки, они больше никогда плодоносить не будут. Все эти сказки про 15 лет оставьте для тех самых, которых, когда хочется сказать, в школе плохо бы учили биологию. К сожалению, в школе никак не учили. Ни хорошо, ни плохо. Вот. Минус 30. Минус 32. Но это у меня было не самое холодное время. Почему я это... Сейчас я не помню, зачем. Годится ли фотография? Наверное, для студентов нет. Пропускаем. Вот. Опять омский садовод, саженцы. Вот они, яблони. Фотографии тоже с интернета. Вот. Вот попались под горячую руку. Фотографии из интернета. Видите? Омский садовод. Ну, а дальше кое-что пропускаю. Я сравниваю температуру на двух разных берегах. На этом берегу. Назовем это левое бережье. А у меня в Красном Хуторе находится сад. И там у меня всегда, смотрите, делал быстро-быстро, доехал, сделал. Вот эта разница, смотрите, минус 18 и минус 24. На сколько получается? 18 на 6-7 градусов здесь. На 6-7 градусов разница. Так сложилось. Это тоже надо учитывать. Майна, поселок, стал лидером. Это студентам тоже бы пригодилось. Поселок Майна стал лидером. Вот можно было бы эти две фотографии как-то, компьютерочку уже совместить. На одной половинке, вот чтобы они рядом были, и сказать. А между ними всего 2-3 километра. Вот. То есть надо учитывать и вот эти особенности. Именно тогда, когда их будем учитывать, у нас получится, где можно испытывать сорта, закалять. И наоборот, где можно дать им возможность проявить лучшие качества, учитывая, что где теплее. Чтобы все-таки жураль в небе был более доступный. Так. Значит, теплица это выглядит так. Это персики в моей теплице. Сюда снег попал только искусственным путем. Ну, не знаю. Ладно, пусть это будет не для экзамена. Вот. А вот это вот уже интереснее. Так. Цветы для жизни. Ага. Вам покажут вот эту самую картинку студента. Студент должен сказать. Что-то опять подозрительно красивые фотографии. Вот. Причем, вот эта фотография, левая самая, это с моего сада. То есть, получается, и здесь тоже чистый обман. Раз фотографию с интернета, а интернет попали они с моего архива, с моего сайта, значит, это ложь. Он опять будут обманывать, поэтому и студент должен сказать, уважаемая комиссия, надо, чтобы хотя бы в обмане разбирались сами студенты. Может быть, вторую серию я начну с этого. Как студент должен работать с интернетом. Ну, вот, пожалуйста, Абрикос Академик. Это опять моя фотография. Видите? Гарден Март. Вот. Присвоила мою фотографию, а значит, никогда вы не вырастите те, кто купит. Вы понимаете, студенту тоже придется где-то халтурить. Вот ему нужно успеть за пять лет вырастить. Ему как проще сказать родителям, помогите деньгами. Ну, там где-то по 200 продают. Написано, что роскошно, а стоит всего почему-то одежел. Там, как полбутылки водки. Некоторые стоят, сколько, стакан водки, понимаете? Хотя фотография роскошная. Некоторые принципиально продают по тысяче, по две. А потом все это замерзает. Но студент может этого не знать и сказать, родители, скиньтесь мне это. Мне надо пять лет растить еще до плодоношения. Скиньтесь, давайте я накуплю саженцы. Но он должен уже вот это знать, где и как покупать. Но начнем вторую серию именно с этого. Это очень важный момент. Вот эта фотография. Вот тот же самый Гарден Март, чертов. Вот моя фотография. И вот этот саженец, это такое убожество. Их сразу надо в костер. А они их рекламируют вот это вот. Понимаете? И цена приличная. Ну, полторы бутылки водки, да. Вот. А если еще самопальным, две бутылки водки можно купить. Вот такая, извиняюсь. И вдруг студенту захочется в свой сад экзаменационный украсть вот этими фотографиями. Не фотографиями, а вот этими вот дровишками, скажем так, мягко. Вот. А потом он уже должен, что должен отвечать? Студент, которому вот эти фотографии подсунули. Да, разоблачены, потому что там есть фотографии железа, одна и вторая. Вот. А главное, для чего это все делается? Студент должен подавать себе отчет, что все, что вот это вот было выше, вот это вот, вот это вот, это только для того, чтобы купили вот все это. Потому что саженцы будут болеть, они сразу могут умереть, постепенно будут болеть, 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 и надо все это накупить, набить карман тех, а студент для чего нужен нам? Чтобы он вырастил сад, который не нуждается во всем этом, вот этот студент должен таскать. Вот. Видите, вот это вот, видели мою фотографию, вот это все с пальца высадно. Вот это все действительно про академик со справочника. Только что у них никого академика быть не может. Ну и, наконец, вот эта фотография, которую студент должен сказать, что очень долго и на настоящий момент ученые, наши ученые, коллеги, в звании очень серьезных руководителей научных учреждений, доктора-кандидатов наук, пропагандируют то, что у дерева сильно много веток. Вот один из них, вот, неудобно, естественно, будет на экзамене студенту называть раскрученную фамилию, так сказать, ведущего черешни вода, который никак не может продвинуть черешни на север, при том утверждая, что из пяти восьми ярусов, каждого, из пяти восьми веток каждого яруса, надо оставлять три. Вот эта страшная ошибка, должен сказать, студент, и привела к тому, что, несмотря на все усилия по гибридизации, продвижение на север остановилось и никуда не может сдвинуться. Вот, и последнее в книге, там, пятнадцать-двадцать страниц. Какие вкусные можно делать, вот эти, как их надо, блюда из черешневых плодов, это все превратилось в сказку, в миф. Вот, это, пожалуйста, как делать блюда. А как вырастить не калече дерева, наука на данный момент этого не знает. Вот, ну ладно, пропускаю. Вот, видите, перемещение Южных Сатур в среднюю полусилу результатов не дало. И студент должен уже сказать, уже это сказать, со всей пролетарской этой, что причина вот в этом. Нельзя было калечить деревья. Не калечили бы, продвинули бы. Это страшная ошибка. На морозе каждая ранка смертельна. Вот. А, к сожалению, те, кто этим занимался в городе Брянске, не знали и знать не хотели. Так, ну что, наше время истекло, ждем вторую серию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Продолжение следует...